Маникюр 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 – это процедура по уходу за руками и ногтями рук. Кожа – это самый большой орган человека, а волосы и ногти – это придатки кожи. Внешний вид ногтей очень часто зависит от внутреннего состояния человека и часто от наследственных факторов. Прежде чем мы начнем говорить о маникюре, я хочу вам рассказать о строении ногтевой пластины и о том, как растет ноготь. Ногтевая пластина – это результат деления главного органа аппарата ногти – матрикса. Матрикс – это основная часть тростковой зоны ногтя, то есть, собственно, его живая часть. Матрикс находится под задним ногтевым валиком. Он определяет форму ногтя, его толщину, скорость роста и его структуру. Зона роста ногтя продолжается под ногтевой пластиной, образуя ногтевое ложе. Здесь трост ногтя продолжается в толщину, до перехода ногтя в свободный край. Кутикула – это тоже часть тростковой зоны ногтя, ее часто удаляют для достижения эстетического эффекта. При ороговении часть волокон заднего ногтевого валика вплетается в ногтевую пластину, а часть нарастает на ноготь в виде кутикулы. Самый тонкий слой кутикулы – это птеригий. Его всегда удаляют при маникюре, так как он очень сильно разрастается и доставляет много флопот. Ногти часто выглядят неухоженными. Полная смена ногтевой пластины происходит в норме за 3-4 месяца, поэтому при лечении или восстановлении ногтей результат станет явным лишь спустя 3-4 месяца. На руках ногти растут быстрее, чем на ногах. У мужчин быстрее, чем у женщин. Летом ногти растут быстрее, чем зимой. Замедление роста ногтя связано с общим обменом веществ, а также с местной микроциркуляцией в области ростковой зоны ногти. Для практики маникюра также необходимо ввести другие понятия, которые имеют практическое значение. Это понятия опасных зон ногтя. Первая опасная зона расположена по периметру ногтевой пластины, около валиков, по линии их перехода в ноготь. Это зона самого молодого и тонкого ногтя. А в области заднего ногтевого валика – это еще и часть корня ногти. Травмы и перепиливание в этой зоне крайне опасны для состояния и нормальной функции ногтя. Вторая опасная зона – это зона наиболее частых сломов ногтевой пластины. Эта зона располагается в области линии перехода ногтя в свободный край. Форму ногтей обычно согласовывают с клиентом. При выборе формы учитывают форму кисти и пальцев. Формы ногтей бывают следующие. Это квадрат. Наиболее распространенная форма – овал. Ноготь опиливается либо по форме кутиколы, либо по форме подушечки или ногтевого края. Менделевидная форма – наиболее трудная в исполнении. И стилет – тонкий заостренный край. Менделевидная форма и стилет требуют длинного свободного края ногтя. Итак, маникюр включает в себя комплекс простых процедур. Это прежде всего опиливание ногтей приданием формы. Потом распаривание кутикулы. Для того, чтобы ее обработать, далее непосредственное удаление кутикулы. Массаж, нанесение крема, обработка кожи рук. И покрытие ногтей лаком. В чем заключается отрицательный момент маникюра? Традиционный маникюр выполняется с помощью режущих инструментов и с ногтя удаляется кутикула. В последнее время на передний план выходит безопасная форма маникюра, когда кутикула не удаляется с ногтя. Обрабатывается специальными средствами с кератоликами, которые размягчают роговевшие частицы. И удаляется с помощью специальных деревянных апельсиновых палочек. Сейчас я хотела бы рассказать вам об инструментах и препаратах, которые используются для маникюра. Прежде всего, это ножницы с тупыми и изогнутыми концами. Женские ногти только опиливаются, чтобы они не расслаивались. Мужские ногти, так как они по своему строению более... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Палочки делаются из розы. Апельсиновые палочки имеют твердость ногтевой пластины и не травмируют ее. Нам нужна пилочка для опиливания палочек. Тереть свою твердость при использовании. Палочки заточены определенным образом. Мы можем обрабатывать поверхность под ногтем, свободный край. И они предназначены для того, чтобы обрабатывать кутикулу. Также для маникюра нам понадобятся щипчики. Но при необрезном, нетравматичном маникюре, особенно в домашних условиях, щипчиками мы можем обрабатывать только боковые валики, не вырезая кутикулу. Это очень сложная операция. Ее может делать только профессионал. Для ухода за ногтями, прежде всего, используется препарат, который называется Кутик Римовер. Он наносится на ногтевую пластину, около кутикулы, чтобы размягчить ее. На ногтевой пластине препарат не должен быть больше 5 минут. Потом он смывается и кутикула обрабатывается деревянной палочкой. Следующий препарат, который очень важен, это масло для кутикулы. Масло делается на основе масла журжоба, виноградных косточек с добавлением витаминов А и Е обязательно. Масло дезинфицирует ногтевую пластину, смягчает кутикулу, делает ее более эластичной. Применяется после обработки кутикулы. Дальше нам потребуется скраб для отшелушивания и омоложения кожи. Скрабы бывают химическими на основе фруктовых кислот и механическими, которые содержат, например, молотые косточки орехов. С помощью скраба мы отшелушиваем верхний слой эпидермиса и крем с питательными веществами легче проникает в кожу. После скрабов мы можем наносить различные маски и потом делаем массаж с кремом. Крем необходимо подбирать индивидуально. Зимой более жирные кремы используются, чем летом. Для нормальной кожи можно использовать увлажняющий крем, для сухой жирный. Если ваша кожа склонна к пигментации или вы едете отдыхать в теплые края, используйте кремы и даже лаки с ультрафиолетовыми фильтрами. Масло и крем для рук должны использоваться ежедневно. Итак, мы уже рассказали вам, что такое процедура маникюра, какие инструменты и препараты используются. Сейчас мы вам покажем, как это происходит на практике. Для начала клиент должен вымыть руки. Если у вас есть дезинфицирующие средства, тоже используйте их. Посадите клиента поудобнее, потому что процедура очень приятная. Пусть он будет в расслабленном состоянии находиться. Сначала снимаем старый лак с ногтей. Лучше используйте средства для снятия лака без ацетона. Следующее, что нужно сделать, это опилить ногти, придать им правильную форму, ту, которую желает клиент. Берем пилку. Используем пилки, лучше стеклянные пилки и с абразивностью 240 тенец. Отпиливаем свободный край. Большую пилку очень удобно это делать. Потом можем взять маленькую пилку с более крупной абразивностью и подпилить со стороны боковых валиков ноготь. После этого наносим средство для отшелушивания роговюшек, частичек на ногти. И замачиваем руку в воде с раствором любого жидкого мыла. Раствор для замачивания готовится следующим образом. Вы наливаете в чашечку воды, чтобы она была температурой комфортной для клиента. 37 градусов, 36. И берете любое жидкое мыло, нейтральные кислотности, и несколько капель добавляете. Рука замачивается не больше, чем на 5 минут. Процедура замачивания или мацерации необходима для того, чтобы размягчить кожу кутикулы, чтобы нам было легче ее обрабатывать. Средство для отшелушивания не должно быть на ногте более 5 минут. Поэтому маникюр можно начинать через минуту-две после замачивания. Начинаем с мизинца, так как он быстрее размокает и на нем меньше роговелой кожи. Берем палочку, апельсиновую палочку. Мы используем апельсиновые палочки, потому что они имеют твердость ногтя, не травмируют его. Ищищаем растворившуюся кожу от центра ногтя, края. Ищищаем под ногтем. Если на пальцах есть заусенец или огрубевшие такие места, мы их аккуратно вырезаем щупочками. После этого наносим на кутикулу масло и на весь ноготь. Масло делает кутикулу эластичной, препятствует образованию заусенцев и обладает дезинфицирующими слезами. Обработанный палец остается у нас снаружи, доставим следующий, вытираем его. Берем палочку, очищаем птереки, выравниваем кутикулу. Убираем вот эти частички растворившиеся, вот он птереки. Чистим под ногтем, свободным краем. Если есть заусеницы или кожа валиков очень закрупевшая, вы можете очень аккуратно отрезать эти места щипчиками. Но, в принципе, дома это делать не рекомендуется. Это должен делать профессиональный мастер. Можете также использовать бафик, самую сторону с низкой абразивностью, и подпилить углы кожи. Загрубевшую кожу на углах. После этого нужно смазать кутикулу и весь ноготь маслом, специальным маслом для кутикулы, которое содержит витамины А и Е, смягчает, увлажняет кутикулу, делает ее эластичной, дезинфицирует. По направлению от свободного края ногтя. Масло при расслаивающихся ногтях ноготь запечатывает маслом. Покрывает масло, мы с самой тонкой стороной бафика в одном направлении запечатывают ноготь. встаем следующий палец, так и обрабатываем всю руку. После того, как мы обработали ногти, придали нужную форму, обработали кутикулу, мы начинаем процедуру по уходу за руками. Это делать необходимо, потому что ухоженные ногти смотрятся только на ухоженных руках. Для этого нам понадобится скраб для рук и крем. Крем подбирается в зависимости от типа кожи клиента. Если кожа сухая, нужно выбирать очень жирный крем. И вообще, так как на тыльной стороне руки содержится мало сальных желез, то можно убирать крем пожирнее, он никогда не повредит коже. Можете еще раз произведено заинфицировать руки после маникюра, особенно если он был обрезной. Несем немного скраба и растираем его массажными движениями. Скрабы предназначены для отшелушивания, и потом кремы с питательными веществами легче проникают в кожу. Скрабы бывают по составу химические и механические. Химические содержат различные кислоты, гликолевые кислоты, фруктовые, молочные кислоты, которые помогают отшелушивать мертвые клетки кожи, и механические, которые содержат различные абразивы, например, измельченные абрикосовые косточки. Мы растираем все пальцы и ногти. Не забываем. После этого руки вытираем или моем. Зависит от скраба, который вы помыли. После скраба руки помыли, вытерли носку. Теперь мы можем наложить на руки маску любую или используем жирный крем для массажа. Крем берем столько, сколько необходимо для клиента. Кожа у всех разная. Если кожа быстро впитывает, значит берем еще крем. Размазываем по кисти. После этого делаем массаж. Массаж начинается с легких поглаживающих движений. Кремом мы увлажняем кожу. И массаж способствует усилению кровообращения. Можно делать массаж до локтя. Очень приятная процедура. Массируем пальцы. Круговыми движениями. Могут быть нажатия. Обязательно массируем подушечки. Это усиливает кровообращение. Ногти растут быстрее. Ладонь. Очень сильные надавливания. Сильные, но приятные. Заканчиваем поглаживанием кисти. Вот пальцы к локтю. После этого мы можем надеть перчатки. Одноразовые на руку, так как крем у нас не впитался полностью. Еще надеваем перчатки. На 15-20 минут до полного впитывания крема. Если нет перчаток, можете использовать метиленовые мешочки или завернуть руку в полотенце. Последний этап маникюра это мы должны накрасить ногти. Снимаем перчатку. Крем у нас впитался. Вытираем руку. Так, чтобы клиенту было комфортно. Нужно вытереть ногти. Теперь ногти нужно обезжирить. Берем ватный диск. Жидкость для снятия лака. Желательно без ацетона. Обезжириваем ногтевую пластину. Для окрышивания ногтей используются три вида покрытий. Это базовое покрытие. Оно бывает лечебное, с кальцием, с протеином, с шелковыми волокнами для укрепления ногтевой пластины. Цветной лак и верхнее покрытие. Которое закрепляет цветной лак, не дает ему скалываться, продлевает его жизнь на ногтях. Наносим базовое покрытие. Палец держим одной руки. Второй рукой мизинцем упираемся. Чтобы рука мастера не дрожала. Принакрашиваем. Даем базовому покрытию просохнуть на минуту-две. Далее покрываем цветным лаком. Цветные лаки бывают разные. Бывают с перламутром, с блеском. Поэтому лак перед покрытием нужно перемешать тщательно. Ставите, вытираете кисточку с одной стороны. Берете палец. И осторожно от кутикулы к свободному краю. Покрываете ноготь. Цветной лак наносится одним или двумя слоями. В зависимости от типа лака. От желаний клиента. Покрытие можно откорректировать специальным карандашом для коллекса. Рука мастера находится под рукой клиента, чтобы не смазать случайный лак. После этого покрываем ноготь верхним покрытием. Верхние покрытия тоже бывают разные. Они бывают матовые, наоборот, супер-блеск. Они не дают цветному лаку растрескиваться и дольше сохраняют покрытие. И последнее это верхнее покрытие, которое закрепляет цветный лак. Лак нужно просушить 10-15 минут. Итак, мы показали вам, как делается классический маникюр, не обрезной. Но существуют некоторые особенности при выполнении детского маникюра и мужского маникюра. Сейчас мы их рассмотрим. При проведении детского маникюра главный девиз не навредить ребенку. Ногтевая пластина у детей очень мягкая. Они часто не любят, когда им опиливают ногти, поэтому мы им просто подрезаем ногти ножничками и сглаживаем какими-то мелкими, пилками с мелкой абразивностью. Далее, матрикс у детей формируется до 14, иногда до 18 лет. Очень сильно на ногти влияют гормональные перестройки в организме. Кутикулу ни в коем случае у детей нельзя обрезать до этого возраста. Кутикула мягкая, в отличие от взрослой. Но птеригия, самая тонкая часть кутикулы, сильно разрастается. Его нужно, обязательно нужно, счищать с ногтевой пластины, иначе будут заусенцы. Заусенцы необходимо аккуратно обрезать очень острыми ножничками или щипчиками, но очень аккуратно. Место дезинфицируют, и если очень сильные повреждения, накладывают повязочку, масло, обязательно смазывают ногти маслом. Можно использовать лейкопластырь, заклеивать, чтобы кожа заживала. Очень большая проблема, когда дети обкусывают ногти. Часто эта привычка приходит во взрослый возраст, и ногтевая пластина меняет свою форму. Бывают часто очень инфекции ногтевой пластины. С этим нужно бороться. Одни из способов борьбы, это использование специальных горьких лаков, и регулярно, нужно регулярно делать маникюр. Теперь немного об особенностях мужского маникюра. Мужские ногти из-за частой травматичности бывают неровной формы, поэтому мы советуем их полировать. Ногти, мужчины не любят, когда ногти опиливают. Мы их подстригаем, тоже чуть-чуть полируем край. Ногти опиливаются, полируются по форме подушечки пальцев, коротко подстригаются. Кутикула тоже сильно разрастается, ее удаляют. И если кутикула склонна к образованию заусенец, нужно использовать чаще крема, масло обязательно для кутикулы. Кожа склонна к раковелости, поэтому рекомендуем пилинги. Теперь мы скажем несколько слов о самых распространенных дефектах ногтей и возможных методах их устранения. Прежде всего, это ломкие ногти, расслаивающиеся и образование заусенец. Возможные причины ломкости ногтей это неправильное питание, когда организму не хватает витаминов и микроэлементов, сильное воздействие ультрафиолетовых лучей и неправильное использование препаратов для ухода за ногтями. Часто используют препараты, содержащие фольмурдегид, а он приводит к сухости ногтей и поэтому они ломаются. Возможные причины расслаивания ногтей это также неправильное питание, использование пилок, которые травмируют ногти, например, металлических пилок и работа с химическими веществами, которые вымывают жировые соединения из ногтей. Здравствуйте! Сегодня я научу вас как можно в домашних условиях выполнить простейший дизайн ногтей. Мы рассмотрим с вами два способа декоративного покрытия по сухому лаку и по мокрому лаку. Для дизайна по сухому лаку мы будем использовать лак, краски, стразы, фольгу. Для дизайна по мокрому лаку будем использовать только лак. Для дизайна красками мы можем использовать как профессиональные краски, так же обычный гуашь, который продается в любом магазине. Прежде чем приступить к раскрашиванию ноготочков, ногти надо подготовить. Для этого мы ногти обезжириваем жидкостью для снятия лака. Затем берем любое базовое покрытие, покрываем ногти основой под лак. Если вас неожиданно пригласили на вечеринку или в театр, и вам нужно дома сделать быстрый дизайн. После того, когда просохнет база, мы наносим цветной лак. Берете любой лак, который вам нравится или подходит под ваш наряд. Для этого дизайна нам еще потребуется пудра для дизайна или золотые, серебряные, любые блестки, которые у вас есть. Дальше покрываем ногти вторым слоем лака. И аккуратненько опускаем каждый ноготок в баночку с пудрой или с блестками. Ноготочки стараемся опускать, чтобы у нас кончик был. Свободный край ногти покрыт одинаково. И так проделываем с каждым ноготочком. После того, как мы покрасили все ногти и опустили в пудру, наносим верхнее покрытие. Так, ручки можно встряхнуть, чтобы пудрочки не было на пальчиках. Берем прозрачный лак и покрываем все ногти для того, чтобы эта пудра у нас не облетала и дизайн держался долго. Ничего страшного, если пудра у нас попадает на весь ноготь, разносится. Это придает дополнительные блики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Излишки можно убрать корректирующим карандашиком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как лак высохнет, можно помыть руки и пудр из пальчиков отмоется, отойдет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сейчас я вам покажу еще несколько вариантов дизайна по мокрому лаку. Для этого нам понадобится игла или зубочистка. В механический карандаш вставляется игла для вышивания бисером. Прежде чем приступить к работе, мы не забываем покрывать ногти основой под лак. Заранее выбирайте себе дизайн, каким цветом будем рисовать. Для данного дизайна я решила взять три оттенка. Розовый, белый и серебряный. Лак открываем заранее, так как дизайн у нас по мокрому лаку, поэтому лак должен не успеть высохнуть. Покрываем ногти лаком. Ногти покрываем в 2-3 слоя. Проводим белым лаком полосочку тоненькую и ставим такие небольшие точки. Затем серебряным лаком проводим полоску. И аккуратно вытягиваем или иголочкой, или зубочисткой к центру и от центра, чтобы у нас получился элемент цветка. И в уголочек можно приклеить стразик. Работа выполняется очень быстро, пока не успел высохнуть лак. И не забывайте, что после каждого дизайна мы обязательно наносим прозрачный лак. Верхнее покрытие. Используем два контрастных цвета белый и черный. Вкрываем ногти белым лаком. Ставим несколько точек в любом порядке. И соединяем. Дальше все зависит от вашей фантазии. Можно использовать несколько цветов лака в этом дизайне, можно два цвета. Соединять точки змейкой к центру, от центра. И не забывайте после каждого выполнения дизайна покрывать ногти верхним покрытием. Таким образом дизайн у нас сохранится намного дольше. А теперь я вам покажу несколько вариантов дизайна по сухому лаку. Не забываем, что предварительно ноготочки надо нам обезжирить жидкостью для снятия лака. Прежде чем наносить лак, покрываем ногти базой. Выбирайте лак, тот, который подходит под ваш костюм, вечернее платье или просто наиболее полюбившийся лак. Открываем ногти два слоя и даем ему просохнуть. Берем контрастный лак. Можно серебро, золото. Также подходит белый лак, черный. Под палитру нам подойдет стеклышко. Берем спонжик, который вы дома используете для снятия макияжа. Примакнули спонжиком и наносим лак. Как бы отпечатываем. лак. Работая по этой технологии можно использовать любой лак и наносить не на весь ноготь, а только на свободный край. Получается тоже очень красиво. окриваем ногти в два слоя. даем лаку просохнуть. Если вы попали на кожицу, аккуратненько убираем карандашиком корректирующим. Пока лак сохнет, мы подготавливаем фольгу. Фольгу можно брать от любых оберток, от конфет. Фольгу надо измельчить. Одной палочкой придерживаем, другой отрываем, чтобы у нас получились маленькие кусочки фольги. Вот мы с вами подготовили фольгу. На ногти будем выкладывать змейку. Прозрачной основой прорисовываем хвостик у змейки. Если фольга не цепляется, мы ее смочили в прозрачном лаке. И аккуратненько выкладываем хвостик. Так постепенно, шаг за шагом, берем кусочки фольги и выкладываем на ноготь. Постепенно докладываем прозрачную основу, потому что фольга должна наложиться у нас на влажный лак. После того, как мы с вами выложили туловище змейки, капаем капельку. Если вверху у нас хвостик, то здесь у нас будет голова. капнули капельку, зубочистку смочили прозрачным лаком и аккуратно подцепляем стразик. И у нас получается такой глаз. Такой дизайн желательно выполнять не на всех ногтях, а на одном-двух каждой руке. На безымянном пальчике и на большом. Все зависит как бы от вашей фантазии. И не забываем, после дизайна надо обязательно покрыть ногти прозрачным лаком, для того, чтобы этот дизайн у нас сохранился долго и стразики свои не потеряли. теперь я вам покажу что лаком. Допускаем ее в палитрочку. Продолжаем творить. Вот у нас получился такой с вами рисунок. Для того, чтобы наш дизайн выглядел более эффектно, мы клеим стразы при помощи прозрачного лака и зубочистки. Чтобы стразик хорошо цеплялся, зубочистку немножко опускаем в прозрачный лак. Придавили слегка. Ставим точку. Смачиваем зубочистку. Подцепляем стразинку. И аккуратненько прикладываем. Слегка надавливаем. И обязательно покрываем прозрачным лаком или закрепителем для лака. И еще один дизайн, который мы будем рисовать при помощи краски. Покрываем ногти голубым лаком. Нанесли первый слой. Дали ему просохнуть. Наносим второй слой. Даем лаку высохнуть. Подготавливаем краску. Нам понадобится белая краска, желтая и зеленая. Аккуратно кисточкой берем краску и выкладываем на нашу палитру. До этого мы с вами выполняли дизайн, который больше подходил под вечерний наряд. А сейчас мы с вами изобразим летний сюжет. Ромашки. Тонкой кисточкой и белой краской ставим точки. Имитация ромашек. Субтитры создавал DimaTorzok Набрали желтую краску, перенесли на палитру, взяли немножко желтой краски на кончик кисточки и в серединочку ставим желтые точки если у вас нет дома кисточки такую работу можно проделывать зубочисткой берем зеленую краску выкладываем на палитру рядом желтой краской и немножечко смешиваем делаем такой цвет какой нам нравится не сильно желтый не зеленый размешали взяли краску и изображаем листочки у нас такой получился веселенький ноготочек который украшает наш летний наряд также этот дизайн можете выполнить своим дочкам закрепитель наносим только после того когда краска у нас окончательно высохнет вот наша краска высохла стала матовая и мы наносим верхнее прозрачное покрытие итак я надеюсь что сегодня вы узнали много хорошего и полезного о ваших руках о том как делать маникюр я желаю чтобы ваши ногти и руки были здоровыми и ухоженными всего хорошего прошу похороняйсь я не Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...